Всем привет! Мы находимся в салоне All Time на Трубной, и в этом выпуске мы с вами рассмотрим вот такие неприлично дорогие часы. Поехали! Ну, неприлично это мы, конечно, утрируем. Для кого-то вполне возможно это те самые часы, с которых и начинается коллекция. Но почему цена того часов может быть достаточно большой? Ну, куча факторов, да. Это и мануфактура, и дорогие механизмы. Лимитированные серии тоже очень важный момент, потому что какой-то модели может быть раз, два, три предложения и общался. Материалы всегда используются какие-то специальные разработки. Ну, и, конечно же, само по себе имя бренда тоже имеет место быть, потому что иногда бренд только и специализируется исключительно на дорогостоящих часах. И в каждой модели оправдывает свою репутацию, оправдывает свое имя. Начнем с модели от бренда Ublo. Ох уж, эти французские слова. Ublo. Французское слово, которое означает иллюзия или окно. И именно оно отражает уникальность дизайна часов Ublo, которые представляются как окно во времени. И это не просто некий громкий такой слоган. Чуть позже я вам это докажу. Убло, основанный в 1980 году, бренд получил свою известность благодаря инновационному подходу к дизайну и использованию материалов. Убло известен в своей философии искусство слияния, которое заключается в сочетании различных материалов, как традиционных, так и современных. И в этой модели тоже это наблюдается. Например, сочетание золота с керамикой или углеродного волокна с кожей. Бренд Ublo стал первым в мире, кто стал использовать часы с ремешком из натурального каучука. В 2004 году Ublo основал собственную мануфактуру в Нионе, это Швейцария, где они производят свои собственные механизмы и детали. Итак, Ublo Classic Fusion, Aerofusion, Blackmagic. Много слов. Красивые часы. Это механические, керамические наручные часы с хронографом. Сразу перейдем к основной изюминке, так сказать. Это скейтонизированный циферблат, который дает возможность увидеть сложный механизм в работе. Ну, это правда такое окно во время. Циферблат выглядит невероятно. Мне очень нравится вот эта шестеренка с цифрами. Такой элемент, визуально отсылающий к старинным часам. Хотя, в остальном дизайн вполне себе современный, динамичный. Имеется хронограф с центральной секундной стрелкой и 30-минутным счетчиком на 9 часах. А также окно даты на 6 часах. Вот его не разглядеть, но оно на самом деле и есть. Механизм автоматический калибра Хаб 11-43 с запасом хода на 42 часа. Вся эта красота находится под сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Что идет к такому циферблату и к такому механизму? Корпус часов выполнен из черной, полированной и сатинированной керамики, что обеспечивает стиль и высокую устойчивость к царапинам. Обратите внимание на винты на безеле и на ремешке. Это титановые винты в форме буквы H. Достаточно стильно. Комбинации черного каучукового ремешка с кожаной вставкой обеспечивает комфорт при ношении и долговечность при этом. Застежка раскладывающаяся из черного PVD. Диаметр корпуса 45 мм. Толщина 13,4 мм. Да, эти часы Ublo не маленькие, не миниатюрные. Ну, что сказать, какие впечатления и ощущения должны дарить владельцу дорогие часы? Я поздравляю владельцев таких часов, если вы покупаете себе, выбираете Ublo, и они у вас не первые в коллекции, значит, все в вашей жизни, как минимум в профессиональной, может быть, удалось. Я думаю, что, собственно, такой же успех у вас и во всех других отраслях вашей жизни. Здоровье, семья, дети и творческая реализация. А часы Ublo достойны дополнения ко всей этой картине. Продолжаем обсуждать неприлично дорогие часы, а часы – это отличная тема для разговоров. Тем более достойные, дорогие, с историей Grand Seiko как раз-таки такие часы. Grand Seiko – бренд, который был создан в 1960 году как премиальный бренд Seiko. Seiko сами по себе вызывает уважение, а тут еще и Grand Seiko. Ну и все это было создано для того, чтобы конкурировать с швейцарскими часами высокого класса. Согласитесь, получилось. Выделили два направления – повышение точности хода и улучшение характеристик механизма и разработка собственного, уникального дизайна. С первым справились идеально, но насчет дизайна давайте поговорим. Первые часы 1960 года представляли собой некий собирательный образ классических швейцарских часов. Такой был круглый золотой корпус, выпуклый белый циферблат, одинаковые золотые индексы по всей окружности. Семь лет понадобилось молодому дизайнеру Таро Танако, чтобы придумать правила дизайна, которые впоследствии назвали золотым стандартом Grand Seiko. Он уменьшил число выпуклых поверхностей и заменил на сочетание ровных плоскостей и граней. Добавил фактурные рубленые ушки. Он придумал выделять 12 часов единственным двойным индексом, тогда как остальная разметка оставалась одинарной. Еще одно правило золотого стандарта – граненые объемные стрелки с отполированными фасетами. Итак, Grand Seiko у нас на обзоре. Механические часы с автоподзаводом. Мануфактурные часы высочайшего качества во всех аспектах – от материалов до сборки. Модель оборудована механическим калибром 9S85, которая работает с частотой 36 тысяч полуколебаний в час. Это обеспечивает высокую точность. Запас хода составляет около 55 часов. Корпус из нержавеющей стали диаметром 43,8 мм и толщиной 13,5 мм придает вид очень прочных часов. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием надежно защищает циферблат, делая его легко читаемым в любых условиях освещения. Воды защиты до 200 метров делают эти часы подходящими не только для мытья рук, но и для некоторых водных видов спорта, о чем в том числе говорит и безель, который традиционно вращается в одном направлении. Ремешок из нержавеющей стали с раскладывающейся застежкой и еще с возможностью регулировки на запястье. Не уверен, что под водой будет удобно в таком ремешке, но, будем честны, никто не пойдет прыгать в воду в таких вот, прямо скажем, недешевых часах. Часы выглядят очень сбито, довольно брутально. Мне нравится черный, минималистичный циферблат в сочетании со стальным ремешком. Ничего личного и ничего лишнего дайверам не надо. Идем дальше и обсуждаем дорогие часы, в данном случае от бренда Брейтлинг. Брейтлинг была основана в 1884 году Леоном Брейтлингом в Сен-Имье, в Швейцарии, конечно же. Компания с самого начала специализировалась на производстве хронографов и прецизионных приборов для науки и спорта. В 1915 году компания представила первый наручный хронограф с независимой кнопкой для управления функциями старт-стоп и сброса, что стало важной вехой в истории часового производства. Впоследствии компания продолжила развивать и усложнять хронографы. Запатентовав вообще огромное количество технологий, Брейтлинг является поставщиком бортовых хронометров и часов для многих авиационных компаний и вооруженных сил вообще по всему миру. Интересный факт. В 1962 году астронавт Скотт Карпентер носил часы Брейтлинг, навитаймер и космонавт во время миссии Меркурий Атлас 7. Помимо всего прочего, в 1952 году были представлены легендарные навитаймеры, назначенные навигационной линейкой и ставшие культовым инструментом для пилотов. Сегодня мы как раз поговорим про авиаторскую модель данного бренда. Модель навитаймер B01. Это классический наручный хронограф, который продолжает линии культовой серии навитаймеров. Главная особенность модели – механизм B01, который, кстати, был разработан и произведен непосредственно компанией Брейтлинг. Этот механизм высокой точности. В этом механизме 47 камней и большой запас хода, который составляет 70 часов. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали диаметром 43 мм и толщиной 14-22 мм. Имеется заводная головка с двойным уплотнением. Циферблат голубой или даже, можно сказать, небесный, роскошный, с черными вставками, и он снабжен люминесцентами, стрелками и индексами. Циферблат выполнен по технологии Sunray и любое малейшее прикосновение, изменение угла зрения, конечно же, сразу заводит эти солнечные лучи. Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием защищает циферблат от повреждений и облегчает считывание показаний при ярком свете. Также есть прозрачная сапфировая задняя крышка. В комплекте идет черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой. Эти часы прямо, скажем, очень симпатичные. И думаю, что каждый пилот или человек, который связан с авиацией, не отказался бы иметь такие часы в своей коллекции. Я не пилот, но готов попробовать. Обсуждаем дорогие часы. Бренд Такхойер в продолжении. И швейцарская компания. Швейцарское качество. Швейцарское настроение. Бренд Такхойер был основан в 1860 году Эдуардом Хайером в городе Сен-Эмьер. История бренда связана с изобретениями и инновациями в области часового дела. Такхойер были первыми, кто создал часы с точным измерением времени, запатентовав технологию хронографа в 1882 году. Компания известна своими связями с автоспортом, да и вообще со спортом. Они были специальным посвящиком часов для гонок Формулы-1 и представляли специальные модели часов, посвященные легендарным гонщикам. Ну, например, конечно, Айртон Сена. Интересный факт о часах. Швейцарский астронавт Жан-Франсуа Клавери стал первым человеком, который бросил часы Такхойер в открытый космос во время своего полета на космической станции «Мир». Такую красоту в открытый космос грешник. Каррера-хронограф Грин. Механический хронограф с автоподзаводом. Ну, конечно же, первым делом мой глаз цепляется за циферблат. Точнее, за его глубокий проникновенный цвет. Кажется, что это чистый зеленый цвет, но нет. В нем же есть еще и даже синий оттенок, серый оттенок, любой другой оттенок. Сам цвет немного меняется благодаря шлифовке самого циферблата. Плюс еще и солнечные лучи здесь. Невероятно. Весь изумрудный город буквально-таки в одном корпусе. Дизайн этой модели вдохновлен классическими моделями Хуэрл с 60-х годов. Например, оригинальный Каррера 1963 года. Погуглите, как она выглядела тогда в 1963 году. Основная цель дизайна Каррера заключалась в создании максимально читаемого и функционального хронографа для автогонщиков. И эта идея легла в основу современной интерпретации модели. Большие стрелки и индексы с люминесцентным покрытием обеспечивают высокую читаемость в любых условиях, под любым абсолютным углом. Характерный для Каррера минималистичный циферблат способствует легкому считыванию информации, что особенно важно для хронографа. Стекло здесь сапфировое, стекло здесь выпуклое, также сапфировая задняя крышка, через которую можно увидеть механизм и ротор в форме логотипа Такхуэр. Видите, кара она такая. Тут это калибр TH2007, в механизме 33 камня, частота 28800 полуколебаний в час, запас хода около 80 часов. Часы хронограф с секундомером до 37 минут. На корпусе установлена рифленая заводная головка, также, конечно же, с логотипом. Водонепроницаемость составляет 10 атмосфер. Ремешок выполнен из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой. Они миниатюрные, относительно, 39 миллиметров. Часы, прямо скажем, совсем небольшие, но аккуратные. Ну, если до этого моими фаворитами были часы в блок, по понятным причинам, большие, громоздкие, технологичные, классные, то сейчас, конечно же, глядя на этот зеленый цвет, я понимаю, почему люди обеспеченные собирают коллекцию часов. Ну, как можно отказаться от одной из этих моделей? Обсуждаем дорогие часы. С удовольствием обсуждаем дорогие часы. Без зависти обсуждаем дорогие часы. Бренд Орис. Компания Орис была основана в 1904 году Полем Катином с Жоржем Кристианом в городе Хольштайн, Швейцария. Название компании, кстати, происходит от реки Орис, которая протекала неподалеку. Орис является одной из немногих швейцарских часовых компаний, которая остается независимой и не принадлежит крупным корпорациям, таких, как, например, Swatch Group или Richmond. Компания производит исключительно механические часы с автоматическими и ручными подзаводами. В начале 80-х Орис прекратила выпуск кварцевых часов. Молодцы! Модель из коллекции ProPilot Altimeter – это единственные в мире. Единственные в мире механические часы с автоподзаводом и встроенным механическим альтиметром. Он может измерять высоту над уровнем моря до 6000 метров. То есть, в принципе, собираясь на Эльбрус, можно взять эти часы с собой. И только уже, когда начнется непосредственно восхождение на 8000, оставить их, если рука дрогнет, где-то в стояночном лагере. Калибр Орис 733 базируется на Селита SV3001. В механизме 25 камней. Частота 28800 полуколебаний в час. Запас хода 56 часов. Циферблат черный. С эминесцентными стрелками и индексами. Указатель даты, как мы с вами видим, расположен на 3-х часах. Второй циферблат. Таким вторым дном здесь идет. Внутреннее кольцо. Он демонстрирует текущую высоту. Стекло сапфировое, выпуклое, с внутренним антибликовым покрытием. Корпус изготовлен из титана. Несмотря на свои размеры, они не очень тяжелые. Поверх нанесено специальное новейшее углеродное волокно. Из композита РЕК, если кому-то это о чем-то говорит. Безель фиксированный. Также выполнен из титана с PVD-покрытием. Чувствуется, что разная фактура у корпуса и у безеля. Ремешок тканевый с раскладывающейся застежкой. Застежка из титана с PVD-покрытием. Защелкивается. Защелкивается. Диаметр 47 мм. Не маленький. Опять-таки, альтиметр. Опять-таки, для тех, кто ведет активный образ жизни. Водонетпроницаемость. Вполне достаточный. 10 атмосфер. Часы, кто-то хотел сказать, здоровые. Они большие, действительно. Но именно эти часы, как никто другой, зовут тебя в путь. Для некоторых, кстати, профессий, которые связаны с высотой, вот такие часы могут быть очень полезным инструментом. Но и как просто часы, они выглядят, конечно же, очень здорово. Мне, например, нравится еще рисунок и фактура вот этого углеродного корпуса. Какие часы выбираете, вы расскажите. Может быть, Орис, может быть, Бло. Я, если честно, конечно, склоняюсь к такхойру. Очень мне нравится этот зеленый цвет. Напишите в комментариях, какие часы вы для себя выбираете. Ну, какие готовы решиться. Вообще, кстати, напишите, есть ли у вас подобного рода часы. Интересно общаться не только с теми людьми в комментариях, которые, ой, замечают всякие неточности, ну и которые действительно могут позволить себе часы из нашего обзора. Ждем лайки, дизлайки. Конечно же, подписывайтесь на канал и не пропустите следующие видео на канале All Time TV. Пока!